Первое, что хотелось бы сказать по поводу этой схемы, в первую очередь для онкорологов, что приходит на ум, это дорого. Потому что, в принципе, комбинация, которая используется, она действительно, если смотреть именно на разовое назначение препарата, она значительно дороже, чем тот же самый оксетиниб, который является конкурентом. Но, по сути дела, если рассматривать два этих самых исследования, окажется, что эффективность применения препарата и соотношение цены, оно примерно одинаково, как бы это ни звучало. У нас, слава богу, есть опыт применения и препарата оксетиниб, и схемы линвотиниб с иверолимусом. И вот первый вопрос, который я хотел бы задать, это вот если у нас имеется идеальный мир, все в жизни хорошо, и у нас бесконечное количество денег. Какой бы препарат во второй линии вы бы использовали после прогрессирования у пациентов на терапии с иницинибом? У нас же есть, да, интерапия с иницинибом? У нас же есть, да, интерапия с иницинибом? Я так понимаю, что голосование закончилось, да? Ну, в принципе, победила эта схема, но, честно сказать, нужно было сделать вот это интерактивное голосование, мы его сделали. По сути дела, что этот препарат, что неволумаб, что линвотиниб, роли существенной, откровенно говоря, нету. Потому что самое главное – это выбор того пациента, который будет наиболее адекватен. Вот совершенно недавно был во Франкфурте, и там профессор сказал, что вы можете назначить любой препарат. Главное, чтобы пациент был качественно к нему подобран. Потому что мы можем дискредитировать препарат, и также можем препарат показать, что он эффективен, хотя, на самом деле, может быть, по данным организированным исследованиям, это не так. Значит, мы в Северо-Западном федеральном округе провели исследование 12 пациентов, которые получали схему линвотиниб с виролимусом. И изначально мы брали этот препарат и назначали его для пациентов, которым мы считали, что препарат является препаратом спасения. Потому что очень активно и представители фирм, и мы сами от него ожидали очень многого, и начали назначать пациентам этот препарат с ЭКОГом-2, с большим количеством опухолевой массы и тому подобное. И, естественно, сразу же у нас получилось два очень нехороших результата. Мы поняли, что всё-таки надо действовать так, как в исследованиях, по возможности, естественно. И дальше уже последний пациент – это все пациенты, которым назначается терапия, у которых имеется удовлетворительный соматический статус. Все эти пациенты получают лечение только во второй линии, потому что исследование препарата проводилось только во второй линии. Ну так вот, 12 пациентов, подавляющее большинство – это были мужчины, 6 пациентам выполнены циторедуктивной нефрактомией, другие когда-то получили радикальную нефрактомию и после этого спрогрессировали. Пациенты, у них было достаточно большое распространение опухолевого процесса в разные органы, в более трёх органов – это было 9 пациентов. И мы видим, что во второй линии получила препарат… 12 человек получили первую линию, да, после этого получали терапию линвотенибом. После второй линии – это 6 человек, после третьей – это 3 человека. Распределение по органам здесь представлено. Достаточно неплохие результаты получились. У нас время наблюдения 7,8 месяцев, от 2 до 11 месяцев в настоящий момент получают препарат. Во второй линии получили 6 пациентов, третий и последующий – тоже 6 пациентов. Что интересно, действительно, мы получили 33% объективных ответов, при том у нас есть один пациент, который получает терапию в четвёртой линии и достигнут частичный регресс. При этом у пациента имеется метастаз в головной мозг, то есть, в принципе, достаточно неблагоприятный пациент. Лечение отменено было трём пациентам, и продолжает лечение сейчас 9 человек. Медиана времени до прогрессирования во второй линии сейчас, в настоящий момент, это 8,6 месяцев и продолжается. В третьей линии – 6,8 месяцев. И, в принципе, эти результаты превышают показания, результаты применения того же самого иверолимуса или оксидениба. Четимесячная выживаемость составляет 67%. И хотелось бы представить случай, потому что, наверное, самое интересное это случай – это пациент Ка, 61-го года рождения, у которого был выявлен светлоклеточный почечный рак, достаточно большая опухоль с поражением лимфатических узлов. Безрецидивный период для пациента составил 10 месяцев. После этого пациент спрогрессировал, и мы стали решать вопрос, хирургическое лечение или не хирургическое, делать ли заброшенную лимфоденотомию или нет. В итоге решили назначить ему препарат. Пациент был промежуточного прогноза, но назначили мы интерферон. Проблема назначения данного препарата – это был 2009 год, доступ к препарату достаточно низкий был, и пациент получал лечение, стабилизацию в течение 8 месяцев, и у пациента дальше появляются лимфатические узлы малого таза, печень, и пациенту в рамках рандомизированного клинического исследования назначается препарат Акстениб – 10 мг в сутки. Пациент получает лечение достаточно долго, получает до 2013 года, то есть он в течение 4 лет действительно получал лечение, достаточно хороший эффект был, стабилизация процесса, но после этого он прогрессирует в увеличении размера контрольных очагов, и он уже приходит к нам в городской онкологический диспансер, мы назначаем ему препарат. Препарат Сунитениб в стандартной дозировке – 50 мг, 28 дней прием, 14 дней перерыв, потом мы его переводим на 14 дней прием, 7 дней перерыв. Контроль, естественно, каждые 3 месяца. Побочных эффектов серьезных не было, была артериальная гипертензия, но первая степень выраженности достаточно приятные побочные явления и приятные для пациента, потому что пациент знает, что этот побочный эффект – положительный прогноз по течению данного заболевания. И у него стабилизация 21 месяц, после этого в декабре 2015 года он прогрессирует. Увеличение у него было в… Ну, увеличение, у него было появление очага в легком, и мы дальше стали думать, что делать. Принимая во внимание длительность ответа на терапию с Сунитенибом, достаточно нестандартную длительность, было принято решение попробовать еще прием препарата, и он продолжает дальше принимать этот самый препарат. Контроль каждые 3 месяца, естественно, все продолжается. И до сентября 2017 года, то есть еще после этого 2 года, пациент продолжает прием Сунитениба. Ответ неплохой, после этого у пациента выявляется прогрессирование, очаги растут. И дальше мы… Вот вся история у него идет, и дальше мы думаем, что дальше делать. Что бы вы назначили? Можно? Можно голосовать, да? Не голосуй. А, голосуй. Ниволумап. Да, да, да. Но вы были не правы, мы назначили линовотениб. Здесь, еще раз повторяюсь, опять голосуете, что ли? На самом деле без разницы, что здесь назначить, потому что у нас в данном случае опыт применения достаточно небольшой. Но мы назначаем линовотениб, евролимус 5 мг в сутки, он получал 10 мг через день. Почему? Потому что евролимус у нас был 10 мг. Как его принимать через день? Вот. И линовотениб 18 мг. На фоне лечения побочные эффекты у него были, но самое главное то, что после такого количества линий лечения у пациента был зафиксирован положительный ответ, частичный регресс, уменьшение очагов в легких. Достаточно приятная переносимость у него была. Потому что мы ожидали, честно сказать, отвратительную переносимость. И что самое странное, все пациенты, которые получали вторую линию линовотенибом, у всех у них было большое количество побочных эффектов. Две госпитализации, там диарея была какая-то ужасающая, при том у одного пациента она не купировалась имодиумом вообще. То есть никаких изменений. Он госпитализировался в Боткино, отмена препарата, кортикостероиды, там тяжело все было. А все пациенты, которые получали лечение в третьей линии, там третьей, четвертой, переносили достаточно неплохо. Таким образом данный случай показал эффективность применения на четвертой линии системной терапии. Из неженательных явлений была диарея второй степени, по поводу чего больной получал корректирующую терапию с положительным эффектом. И второй пациент, он менее радостный для нас, потому что в итоге все закончилось не очень хорошо, но тем не менее тоже был показан хороший эффект на применение терапии линого тенибума. Пациент с 2013 года, у него была выявлена опухоль почки, G2, третья стадия, и в феврале он прогрессирует. С третьей стадии, естественно, ожидаем продолжительность жизни, нет, пятилетняя выживаемость, ожидаемость 53%. И, честно сказать, у него были выявлены очаги меньше 1 мм. Если мы смотрели по намограмме, ожидаемое продолжительность жизни пациент составляет около 28 месяцев. И вот здесь можно было тоже провести голосование, но вот чтобы в таком пациенту, если у него метастазы в легких, до 1 см, пациент относится к группе благоприятного прогноза, пациент молодой, у пациента все еще впереди, удалить очаги не получается. Можно ли назначить ему выжидательную тактику или сразу начинать специфическое лечение? И вот исследование второй фазы, исследование проводил Брайан Ринни, который показал, что действительно некоторым пациентам можно использовать выжидательную тактику, и время до прогрессирования составляет 15 месяцев, что весьма неплохо. Если сравнивать с сунетинибом, это 11 месяцев. То есть есть категория людей, которым выжидательная тактика, она не навредит. Это пациенты благоприятного прогноза, это пациенты, у которых минимальные очаги, именно в легких, и именно меньше 1 см. Но мы назначили ему сунетиниб, назначили ему по разным причинам, в том числе потому, что это был родственник сотрудника нашего учреждения непосредственно. Ну, мы назначили лечение, он получает препарат с февраля 2015 года, по марке 2016 года, переносит он достаточно плохо, у него гипотиреоз, мы периодически отменяем препарат, астения, ну, пациент на самом деле чувствовал себя достаточно нехорошо на фоне приема сунетинибом. После этого мы его переводим на оксетиниб. Он получает его с июля 2016 года до января 2018 года. Что произошло у него на оксетинибе? На оксетинибе у него был выплатной плеврит, откачивали жидкость, назначали глюкокортикоиды, вроде бы положительная динамика наступила, опять же, проблемы с гипотиреозом достаточно серьезные, он с радостью отменил препарат оксетиниб, с огромной радостью, и после этого мы приняли решение назначить терапию леноватинибом, динамика действительно была выявлена, уменьшились очаги в легких, и пациент вроде бы пошел на поправку. Но потом у пациента достаточно быстро случилось прогрессирование заболевания, и пациент ушел. Тем не менее, комбинация леноватиниб с виролимусом является эффективным методом, который действительно показывает, что пациенты могут даже на четвертой линии лечения давать объективный ответ, достигнута длительная медиана временного прогрессирования в третьей и последующей линиях лечения 6,8 месяцев, и получено высокое число объективных ответов как во второй, так и в последующих линиях лечения. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok